Ну что, всем привет! Как я? Похож на Джона Диллинджера? Машина бомба! Сегодня мы с вами познакомимся с одним вилловым поселком, который находится в южной части Паттайи. Как вы догадались, называется он Bristol Park. Домики выглядят очень сказочно, здесь есть лебеди, есть часовня и все выглядит вообще крайне необычно, поэтому мне уже не терпится посмотреть, что здесь нам приготовили тайцы. Погнали! Мы сейчас находимся в домике для переговоров, забавное название для офиса, но это выглядит именно так. Здесь в будущем будет тренажерный зал, но пока еще поселок полностью не построился, здесь стоит макет, есть макеты домов, ну и информация по проекту. Крайне необычный интерьер внутри, я не знаю, что за, где брали вдохновение люди, где брали вдохновение дизайнеры, чтобы сделать все это. Просто посмотрите на эти часы, книжки, весла на стенах, здесь вот ружья. Рядышком есть озеро с черными лебедями, сейчас обязательно пойдем их шухнем вот этими винтовками. Ну-ка, не рабочий, нет? Сейчас лебедю я устрою. Ну ладно, крайне необычный интерьер. Для Таиланда можно сказать, что просто что-то сверхэксклюзивное. Холодильники в стиле этого, как это, Джуси Фрут пел? Элвис Пресли, конечно, конечно Элвис Пресли. Ну ладно, не для этого собрались. Итак, по поселку. Что у нас здесь? Застройщик у нас тайская компания. Проект этот строится весь в районе Ocean Marina, Ocean Portofino. Это два кондоминиума, расположенные на южной части города. Мы все их знаем, потому что у них есть свой причал огромный, возле отеля Амбассадор все это. Вот, в общем, это южная часть города. Здесь запланировано 299 участков. Все участки стандартные, там дома идут по 135 квадратов. Понятно, что можно купить два участка и сделать дом побольше, но от застройщика стандарт единый. Мы сейчас с вами находимся вот здесь, вот в этом маленьком домике. Прямо за спиной моего оператора находится озеро с лебедями. Не знаю, конечно, зачем здесь лебеди, но в любом случае выглядит это супер красиво, супер аристократично. Здесь у нас бассейн. Ну и, как я уже сказал, вот в этом домике, где мы сейчас находимся, будет в дальнейшем тренажерный зал. Поселок разбит на три фазы. Первая фаза это то, что уже полностью продано, находится вот здесь. Все вот эти дома, они уже проданы, оказывается, какое-то время назад. Вторая фаза это то, что мы продаем сейчас и расположено это все вот здесь, весь этот сектор. Третья фаза это находится вот здесь. Сейчас там просто земля, поле, нету ни фундамента, ничего. Старт продаж и старт строительства будет в ближайшем обозримом будущем. Но пока что мы с вами говорим только о вот этой части. Здесь же у нас в шоуруме представлены макеты самих домов. Но выглядит это просто вот, кроме как сказочно, я даже другого слова подобрать не могу. Очень мило все сделано. Почему-то мне кажется, что вот всем этим занимались женские руки, потому что все так аккуратно, все очень точно. И вот бесконечно мило сделано. Пойдемте это уже вживую посмотрим. Сейчас только лебедя какого-нибудь шуганем. Я никогда не видел, чтобы лебедь делал вот так вот, что он нос прячет в крылья. Но, наверное, ему так удобно. Блин, это, наверное, одни из самых красивых птиц. Лебеди, уточки. Привет, мои сладкие. Ну, здорово, здорово. Представь, ты вышел из дома, и вот тут девочки кудахтуют. Блин, очень клево. Мне кажется, вот стресс притеснять, покрошить им хлеба, вот здесь посидеть. Посмотреть на всю эту красоту. Ну, очень необычно. Какая-то пристань здесь даже есть. Я надеюсь, сюда можно зайти? Это не похоже ни на гусей, ни на лебедей. Кто это такие? Паспорта есть? А? Ну, ладно. Ух ты. Ну, настоящая зона антистресса. Вот приплыл. Смотри, какой красавец. О! Чего нахохлился? Я не знаю, он там что-то сидит. Привет, друг. Как дела? Что-то высиживаешь? Все, ладно, понял. Пойдем. Посмотрите, как выглядят дома. Вот я почему-то сразу вспомнил фильм Эдвард «Руки-ножницы» с Джонни Деппом. Там тоже был такой город, какой-то полусказочный. Там просто дома были более яркие, но выполнено это в таком вот сказочном стиле. Ладно, пошли смотреть, что внутри. Примерно так я себе и представлял, что это будет выглядеть внутри, как рыбацкий какой-то сказочный домик. Он небольшой, еще раз скажу, что 135 квадратов на два этажа. Спальни у нас все наверху. Внизу просто идет зал, прихожая и кухня. Мне нравится, как все сделано. Необычно. Возможно, я бы не стал использовать такую отделку в своем личном доме. Но все равно выглядит это очень здорово, очень клево и эффектно. Но на вкус и цвет. Здесь у нас раковинный туалет. Ну и вот она вся кухня вместе со стиралкой. Опять этот холодильник с Элэсом Пресли. Где они все это нашли, как они до всего этого додумались, я не знаю. Вот батон. Ну, такой должен быть. Это у нас все в полочках. Все у нас вроде как с доводчиками. Здесь нет. Мило. Очень мило сделано в американском стиле. Вот яблочки, кукуруза, хлеб наш второй. Все на месте. Пойдем на второй этаж, посмотрим, что там за спальня. Так. На втором этаже три комнаты. Не знаю, ну здесь сделали как кабинет. Позиционируется ли это как спальня? Непонятно. Потому что комнатка совсем маленькая. И соседняя комната пойдемте. Ну, здесь ничего сверхъестественного. Соседняя комната тоже небольшая. Мне кажется, надо было не жадничать и убрать вот эту стенку. И просто сделать себе дом ту бедрум. Ну, это было бы две полноценные спальни. А так комнатки совсем крошки. Ты реально вот эти еще полоски, тельняшки, вот эти весла. Все... Складывается ощущение, как будто ты в каюте. Ты юнга какой-то просто. Все такое стесненное. Ну, а тем не менее, вон все есть. Кондиционеры, шкафы. Здесь у нас душевая с туалетом. Тут еще одна душ-туалет. Но это вот более-менее что-то похожее на спальню по размерам. Здесь шкафы. Шкафы, шкафы. Все в шкафах. Вот. Постеснялись почему-то не повесить сюда телевизор. Хотя, мне кажется, он был бы к месту. И, ну, что хочется заметить, что они молодцы, что сделали здесь обои. Обычно делают просто декоративную штукатурку или просто стены под побелку, под покраску, извиняюсь. А здесь повесили обои. Но для меня всегда обои будут оставаться основным, наверное, элементом уюта. Как можно сделать уютный дом без обоев? Не знаю. Субтитры подогнал «Симон» Очень странная экспозиция. Это может быть аналогия нашей репки. Только здесь корова со свинкой, свинка с барашком, барашка с курочкой. Может быть, это тайская репка, я не знаю. Но интересная экспозиция. Здесь на первом этаже прям приятно находиться. Ощущение, как будто ты находишься в каком-то летнем домике, за городом, естественно, у озера, в котором плавают лебеди. И здесь прям вот ощущение, как будто ты на отдыхе. На второй этаж поднимаешься, и они там из этой небольшой площади сделали три комнаты. Не совсем, мне кажется, правильное решение. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я уже могу просто строить проекты сам. Уже есть видение. Если бы они сделали там две спальни, было бы гораздо интереснее. Я все-таки надеюсь, что вот третья фаза строительства, которая вот только начнет сейчас продаваться, что там, как и во всех остальных проектах в Тае, застройщики будут идти навстречу клиентам и будут обсуждать с ними макеты, планы домов и т.д. и т.п. То есть, я надеюсь, что в третьей фазе можно будет застройщикам обсудить и сказать, что, ребят, я не хочу вот так, я хочу, что пусть у меня там будет одна спальня или две спальни. Ну, чтобы люди могли выбрать. Если это будет реально, то тогда проект реально стоящий, интересный, 100% заслуживает нашего с вами внимания. По цифрам он недорогой. 3 миллиона 800 тысяч бат вот за такой стандартный дом. За 135 квадратов, за два этажа. 3 миллиона 800 тысяч бат вы получаете дом без декораций. Но если вы хотите все как в шоуруме, всю эту мебель, отделку, вы доплатите сверху 500 тысяч бат. Если вы смотрите наш канал, вы знаете, что, как правило, застройщики там при покупке домов просят миллион, полтора, два миллиона бат за весь пакет мебели и техники. Здесь 500 тысяч бат, по-моему, вполне демократично. Наверное, то на то и выйдет, если ты сам будешь обставлять, декорировать свой собственный дом. В общем, 3 миллиона 800 без мебели, 4 миллиона 300 с мебелью и техникой. Пара срочки, это все мы договариваемся индивидуально, в зависимости от того, в какой фазе вы берете дом. Либо это готовый уже сданный, заезжай, живи дом, либо это третья фаза, которая только начинает строиться. Поэтому цифры и порядки расчетов у нас такие. Я тут решил поехать бомбануть через Яндекс.Такси. Поэтому всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, следить за обновлениями и смотреть наши видео. Пишите нам, звоните, а я поехал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok